В Павлодарской области отмечается подъём сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Их пик в регионе ещё не пройден, утверждают специалисты. Сколько всего с начала сезона зафиксировано заболевших и как обстоят дела с коронавирусной инфекцией в Павлодарском приэртышье. С эпидемиологической ситуацией в регионе смотрим в сюжете. С того времени, как коронавирус стал вполне реальной угрозой, в Павлодарскую область из Китая вернулись 442 человека. Один из них – гражданин Китайской Народной Республики. Все они прошли необходимое обследование. На сегодняшний день из 442 граждан, которые в Павлодарской области, жители, были охвачены меднаблюдением 100%. На сегодняшний день у 331 снято меднаблюдение. Меднаблюдение проводится в течение 14 дней. И порядка под наблюдением еще находится где-то 111 человек. Кроме этого, спикер развеял слухи о том, что жители региона массово скупают медицинские маски и в области есть их нехватка. Всего в Павлодарской области действует 335 аптек, которые проходят мониторинг на постоянной основе, на наличие медикаментов, а также цен на них. Вчера мы промониторировали 45 выборочных аптек и установили, что находится именно в 45, 32 185 масок. То есть если у нас 335 аптек, это в среднем где-то в Павлодарской области мы имеем 150-160 тысяч масок. И мы ежедневно меняем эти аптеки и проводим мониторинг. И, соответственно, мониторим цены. Сегодня маски, которые продаются в аптеках, цена составляет 21-22 тенге. И ажиотажа такого, что нет масок, такого нет. Масок достаточно. На складе дополнительно 14 тысяч масок находятся. Склады в среднем раз в неделю обновляются масками. Всего в Павлодарской области с начала зимнего периода зарегистрировано без малого 9,5 тысяч случаев ОРВИ. В том числе среди детей до 14 лет 5285. Среди детей до 1 года 611 случаев. Гриппом в этом сезоне заболели 57 человек. Семеро из них остаются сегодня на лечении. Что хотелось бы сказать по заболеваемости кори. У нас с 1 января 2020 года зарегистрировано всего 5 лабораторно подтвержденных случаев кори. Данные случаи связаны с тем, что все они были непривиты либо по возрасту, либо имели методводы. Садвокат Байгабылов добавил, что всего за прошедший год в регионе заболеваемости кори зафиксировано у 207 человек. Причем все они были непривиты. Отметим, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в области еще не пройден.